Здравствуйте! Это программа «Новости Дагестана». Меня зовут Хатима Баталибова и коротко о главных темах этого выпуска. Школа сгорела, но детям есть где время научиться. Подробности ЧП в Цуньцинском районе расскажем через минуту. Темпы газификации на сегодняшний день неудовлетворительны. В план график до газификации на сегодня включено 2147 домовладений, 218 населенных пунктов республики. В 2022 году во всех этих домах должен быть газ. Вот эта задача стоит перед нами. Темпы до газификации региона оставляют желать лучшего. Вопрос обсудили на совещании правительства республики. В сложный момент это когда уже болезнь развивалась в крови и было очень тяжело адаптироваться после того, как я уже узнала и не прокапали химиотерапию. Рак не приговор. Историю девушки, победившей смертельный недуг, расскажут наши корреспонденты. Более 600 миллионов рублей потратят на восстановление народного стадиона труд в Каспийске. Подробности в спортивном блоке. В селе Хибиатрии Цунтинского района полностью сгорела школа. Обучались в ней около 90 человек. Возгорание началось накануне вечером и ближе к 11 ночи пожар был потушен. Причина ЧП пока не установлена. Предположительно, учебное заведение могло загореться из-за проблем с электричеством. Известно, что двухэтажное здание пребывало в аварийном состоянии. Образовательный процесс не будет прерван. Школьники пока будут учиться в две смены в здании местной школы-интерната и сельской администрации. Изначально рассматривался вариант перевода детей и преподавателей в школу села Китлярата. Однако из-за погодных условий, осложняющих транспортные сообщения между селами, было принято решение организовать процесс обучения в Хибиатрии. Вопрос находится на контроле руководства района. Песок нужен самим. В поселке Белиджи Дзербенского района местные жители в очередной раз перекрыли путь с КамАЗом, который вывозит незаконно песок с прибрежной зоны. Народ и дальше планирует перекрывать дороги, чтобы предотвратить вывоз песка и обратить внимание республиканской власти на их проблему. Чуть более полутора тысяч заявок оставили дагестанцы для участия в программе догазификации. Об этом говорили на заседании регионального штаба по вопросам обеспечения газификации. По данным правительства региона, на этот год планируется охватить программой более двух тысяч домов. В рюме министра энергетики ЖКХ Дагестана Резван Мурадов заявил, что продолжается работа по сбору заявок от населения в 39 эксплуатационных газовых службах, в 43 филиалах МФЦ, а также в администрациях районов. На сегодняшний день заключено свыше 80 договоров на подключение к газопроводу. Еще по 229 домовладениям договоры находятся на стадии подписания, доложил глава Минэнерго. Темпы догазификации на сегодняшний день неудовлетворительные. В план график догазификации на сегодня включено 2147 домовладений в 218 населенных пунктах республики. В 2022 году во всех этих домах должен быть газ. Вот эта задача стоит перед нами. По состоянию на 10 февраля текущего года гражданам уже подано 1552 заявки на догазификацию. Вместе с тем, уважаемые коллеги, заключено только 88 договоров на подключение. А пуск газа осуществлял в 56 домовладениях. Даны ряд поручений по ускорению реализации проекта газоснабжения в населенных пунктах, в границах которых есть газораспределительные сети, так называемая догазификация, в том числе по упрощению процедуры оформления гражданами права собственности на землю и объектные недвижимости в случае подачи ими заявки на подключение к газовым сетям. По разработке порядка субсидирования затрат отдельных категорий граждан связанных с приобретением газоиспользующего оборудования. Все лучшее врачам. В Махачкаре продолжается акция по доставке горячего питания медикам, работающим в красной зоне. На этот раз организаторы посетили Республиканскую клиническую больницу номер 2 и Центр инфекционных болезней. Продуктовые наборы рассчитаны более чем 200 врачам на дежурстве. Инициатором выступил колледж имени Башларова. Студенты, преподаватели и руководство учебного заведения прибыли, чтобы выразить благодарность и внимание героям в халатах. Сегодня нами проводится акция, начатая главой республики Меликовым Сергеем Алимовичем в поддержку врачей, работающих в красной зоне. С нашей стороны это такая небольшая, маленькая, но от всей души искренняя благодарность тем людям, которые сегодня спасают жизни наших родных, близких, а может быть в будущем и наших собственных жизней. Огромное спасибо тем врачам, которые здесь работают. В будущем мы постараемся еще больше участвовать в подобных акциях, потому что мы на самом деле тыл в этой большой войне, на передовой, в которой сегодня стоят наши врачи, медицинские сестры и другие работники наших больниц. В мире сотни миллионов людей страдают от разных недугов. Немало для облегчения их страданий способны сделать доброта, сострадание и милосердие. 11 февраля – тот самый день, в который принято напоминать об этих ценностях. Сегодня, во Всемирный день больного, мы расскажем об истории очень сильной и необычной девушки. Несколько лет назад Мильяне поставили страшный диагноз – рак. Как она переборола болезнь и как изменилась ее жизнь, расскажет Асель Манапова. Мильяна. Насколько редко ее имя, настолько и трогательная ее история. 14 лет у нее обнаружили онкологию – острый лимфобластный лейкоз. Диагноз «рак» звучит страшно и, конечно, пугает всех. В сложный момент – это когда уже болезнь развивалась в крови, и было очень тяжело адаптироваться после того, как я уже узнала, и мне прокапали химиотерапию. В тот период я месяц не знала о своей болезни, от меня скрывала мама. После, когда я узнала, не было ничего такого, чтобы мне на душе было очень страшно. Просто сказала, что все будет хорошо, мы пройдем через это. Когда у девочки обнаружили рак, жизнь словно перевернулась. Это была серьезная эмоциональная стряска для мамы Мильяны. Она одна воспитывала троих детей. Как адаптироваться к этой новой реальности? У кого просить помощи? Где взять силы и что делать со своими тяжелыми чувствами? С таким грузом мать девочки обратилась в благотворительный фонд «Инсан». У ее матери трое детей, еще один ребенок тоже инвалид, и их отец бросил, когда узнал, что эта девочка болеет, потому что ей часто приходилось приезжать сюда на лечение. Они сами жили в Дербенте, получается, это семья из Дербента. Мать была вынуждена переехать сюда, в Махачкалу, из-за девочки, потому что она проходила курс химиотерапии здесь. Эту семью мы всячески поддерживали материально, продуктово, оплата жилья. Милиана Мусабекова – одна из тех, кому удалось побороть болезнь. Сегодня она студентка третьего курса медицинского колледжа. Девушка вступила в ряды волонтерского движения, активно участвует в общественной жизни молодежи, учится играть на гитаре и рисует. Могу сказать, что мой взгляд изменился на мир. Стала более жизнерадостной. И раньше была, но стала осознавать, что помогать людям – это самое лучшее дело. Эта девочка для многих семей, как пример, и даже для меня самой, потому что она, несмотря на свою болезнь, несмотря на то, что они переехали с другого города сюда, то, что они живут в таких условиях, она сама учится в медучилище, и она хочет подрабатывать для того, чтобы помочь своей матери. Также она летом продавала картины свои, которые она сама лично нарисовала на Родовском бульваре, чтобы какую-то поддержку сделать своей матери. На попечении фонда Инсан зарегистрировано более 2000 детей по разным направлениям – ДЦП, онкобольные, дети-бабочки и другие. Всем этим людям оказывается необходимая помощь, оплачивается лечение. На сегодняшний пятничный день есть три незакрытых сбора детям, которым срочно нужна помощь. Если вы хотите сделать пожертвование кому-нибудь из них, то можете это сделать через мобильное приложение Инсан. Асель Манапова, Мурат Бигбарсов, новости ННТ Махачкала. А сейчас краткий обзор новостей в рубрике «Дальше» с Таткарима Данива, а затем продолжим. Подпольный цех по изготовлению боевого огнестрельного оружия обнаружили в Кайтакском районе. Мастерская находилась в доме жителя села Маджа-Лис. Полицейские изъяли самодельный револьвер, гладкоствольный пистолет, заготовки стволов, напильники по металлу, слесарные тиски, несколько специальных станков, сверла и метчики. Изъятые направлены на экспертизу. В отделе полиции мужчина рассказал, что изготавливал оружие для себя, так как это его увлечение. В Каспийске задержана 30-летняя местная жительница, у которой был обнаружен сверток с наркотическим средством в количестве 30 средних разовых доз. Подозреваемая доставлена в отдел, а изъятая направлена на экспертизу, в результате которой наркотический состав вещества подтвержден. По имеющейся у следствия информации, наркотики злоумышленник сохранила с целью дальнейшего сбыта. Возбуждено уголовное дело. В Дербенте идут работы по строительству военно-патриотического парка «Патриот». Местные власти планируют установить в нем экраноплан «Лунь» с симулятором виртуальной реальности, а также самолет Ту-154, оборудованный под гостиницу. По словам депутата Госдумы Хизрия Абакарова, внутри экраноплана желающие смогут почувствовать себя героями икры, управляющими боевым судном. Что касается самолета отеля, то в настоящее время его готовят в Махачкалинском аэропорту, откуда позднее доставят в Дербент. 254 тысячи штук икры Каспийского лосося заложено на инкубацию на 2022 год на Приморском экспериментальном рыбоводном заводе в Республике. Эту работу провели специалисты Терско-Каспийского филиала, учреждения Росрыболовства. Закладка на инкубацию уже завершена. Восемь дагестанцев войдут в состав сборной России для участия в розыгрыше Суперкубка мира по ММА. Турнир состоится 8-12 марта в Бахрейне. Возглавит команду на этом турнире старший тренер Махачкалинского клуба «Горец» Шамиль Алибатыров. В заявку сборной страны попали призеры январского чемпионата мира, а также медалисты прошлогоднего чемпионата Европы, прошедшего в Казани. В Суперкубке мира сойдутся восемь сильнейших команд планеты. В первом круге сборная России проведет матчевую встречу с командой Ирландии, которую возглавит тренер Конора Макгрегора Джон Кавана. Фаворит турнира сборная Бахрейна на старте сойдется с командой Таджикистана. Боксер Магомед Мадиев проведет бой за титул WBC International. Поединок против британца Феликса Кэша пройдет завтра в Лондоне. Непобежденный средний вес из Махачкалы имеет в послужном списке 14 побед. В крайнем поединке летом прошлого года 27-летний Мадиев одолелся отечественника Максима Вашкова. Соперник дагестанца Феликс Кэш – любимец британской публики. В его активе также 14 побед и 0 в графе поражений. Отметим, что у Магомеда помимо предстоящего боя уже намечен поединок на 7 мая во Франции, где его ожидает противостояние с Давидом Папотом. На реконструкцию Каспийского стадиона труд выделят более 600 миллионов рублей. Об этом говорили на совещании под руководством главы города Бориса Гонцова. Во обсуждении вопросов по реализации нацпроектов и госпрограмм по линии развития спорта принял участие в Рео-министра по физической культуре и спорту Сажид Сажидов. Основным вопросом на повестке стала реконструкция стадиона труд, рассчитанного на 4500 посадочных мест. На первом этапе уже проходит строительство теннисных кортов на прилегающей к стадиону территории. Работу планируют завершить в течение месяца. Второй этап включает в себя строительство футбольного поля, трибун, спортивного зала, отвечающего всем современным требованиям, в том числе и для маломобильных групп населения. Разработка проектно-сметной документации завершится до конца года, после чего строители сразу же приступят к началу работ. Завершить реализацию проекта планируется в 2024 году. Смотря на эту карту, мы видим, каждый, кто мог, как кусок отсюда оторвал, откусил, и у нас немного решений для каких-то там, тем более сегодня, спорт и спортивные сооружения, это новые объекты, какие-то новые требования, новые возможности, но для этого нет, для манёра нет площадок. У нас был вопрос к городу по нескольким точкам на этой земле. Треугольник? Да. И мы хотели, чтобы город уже ускорил этот процесс земельный. Что там сделать? Или нам проектировать его так, как он сегодня есть, по тем границам, которые у нас есть, или у нас есть какие-то ещё возможности? Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также на официальном сайте nntv.ru. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова